В Атырау из-за недельного потопа объявили ЧС. В городе выпала месячная норма осадков и справиться с подтоплениями до сих пор не удается. Люди, чьи дворы и дома затопило, приходят в отчаяние. Объявили чрезвычайное положение, установили эти иглофильтры, но зачем они нужны, народу не объяснили. А вода как стояла, так и стоит. Уменьшения мы не видим. А если у нас завтра дом опустится, трещины пойдут, кто виноват будет, кто нам поможет это все восстановить? Дома уже больше 10 дней топят талыми водами. Их откачивают, но это не помогает. Дошло до того, что многие уже не могут попасть внутрь. В списке пострадавших жители сразу нескольких микрорайонов. После встречи с возмущенными горожанами в Акимате решили объявить режим ЧС. Но это вряд ли поможет быстрее исправить ситуацию. Беда в том, что в городе нет каналов для сбора и отвода талых вод. Сейчас на усиленную борьбу с потопом выделили дополнительные деньги и технику. Будут ли компенсировать ущерб тем, чье имущество сейчас в воде, пока не ясно. С двумя компаниями был заключен договор. На сегодняшний день 22 насоса по иглофильтрации установлены. В общем, по решению ЧС было выделено более 240 миллионов. Это не только для откачки, но и для вывоза грунтовых откачанок. По материальному возмещению вопрос не поднимался. Продолжение следует... Продолжение следует...